Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря выступление главы банка Англии Эндрю Белли в парламенте. Это событие мы ждем, в принципе, давно, всю неделю. Понимаем, что Белли может комментировать перспективы национальной монетарной политики. В случае сигналов на возможность дополнительного повышения процентной ставки фунт может оказаться одним из лидеров роста. На данный момент пара фунт-доллар удерживает позиции на отметке 1,27. И я допускаю то, что при определенной риторике Белли пара фунт-доллар может нацелиться на движение выше планки 1,28. Также сегодня в течение дня в 15.30 по GMT выйдут данные по запасам нефти в США. Много раз делал уже акцент на рекордный объем нефтедобычи в Штатах. И, соответственно, это должно приводить к росту запаса в США. Если данные от администрации энергетической информации сегодня подтвердят эти ожидания и положения, то тогда для нефтяного рынка появится еще один негативный фактор, который усилит давление на котировки WTI и BREN. Теперь по порядку. Индекс доллара 102,25. В ходе торговой сессии понедельника мы видели то, что инициатива временно перешла к продавцам. Но я надеюсь то, что в конечном счете продавцы окажутся лидерами и смогут снова вернуть индекс доллара поближе к поддержке 100 пунктов. Сейчас после роста во вторник котировки в принципе на тех же самых уровнях, на которых мы открывали эту неделю. Рынок в ожидании данных по инфляции. Это нормальное поведение трейдеров, поскольку никто не хочет торопиться с принятием торговых решений перед выходом столь серьезного катализатора на рынке, поскольку данные по инфляции, конечно же, напрямую повлияют на перспективы американской монетарной политики, на то, что будет делать дальше ФРС и скажутся на курсе американского доллара. Из обновленного новостного фона стоит отметить последний комментарий представителей Федрезерва Мишель Боуман, которая подтвердила, что ФРС полностью завершил цикл повышения ставок. Об этом мы также уже знали. И снова отметила, что решения по смягчению политики будут зависеть от фундаментальных отчетов. И опять же делаем особый акцент на показатели инфляции. Если мы увидим, как и ожидают большинство экспертов-аналитиков, что базовая инфляция в США снизилась с 4 до 3,8%, а базовый индекс – это основной индикатор для Федрезерва в оценке ситуации с индексом потребительских цен, то тогда я прям не представляю, чтобы инициатива осталась за покупателями, потому что снижение инфляции – это то, что очень сильно приближает вот эти сроки и даты снижение процентных ставок, что должно давить на позиции доллара. Последний опрос, проведенный региональным ФРБ отделения ФРС Банка Филадельфии, показывает то, что большинство потребителей в США уверены, что инфляция в Штатах среднее значение в перспективе ближайшего года будет в районе 3%. Это очень сильно контрастирует с показателем буквально месячной давности, когда показатель был на отметке 3-4%. Я думаю, что в конечном счете инфляция будет еще ниже, и, соответственно, у тех трейдеров, которые следят за индексом доллара и видят основания для снижения этого актива, появится еще больше аргументов. Золото пока что без сделок, без доп. рекомендаций – 2030 долларов за тройскую лунцию, сантимент почти 50 на 50, тоже доказывает, что рынок пока что не торопится открывать новых позиций, ну и нам тогда не стоит лезть в рынок, лучше дождаться конкретики по цифрам по индексу потребительских цен. И надеюсь, что волатильность, которая последует за выходом этих данных, заставит трейдеров все же включиться в торговлю. И мы увидим уже изменения вот этой расстановки сил покупателей и продавцов. В случае доминирования одной из сторон уже будем действовать против толпы. Ну, обязательно об этом расскажу позже. Американский фондовый рынок S&P 500, 4788 пунктов. Ждем также отчет по инфляции и начало сезона квартальных отчетов. В конце недели отчитываются банки, они нам особо не интересны, поэтому ждем уже отчетов других компаний в более поздний период. Я сохраняю оптимизм в отношении американского фондового рынка, жду, что новые максимумы, они будут неизбежны, особенно в перспективе смягчения американской монетарной политики и потенциально еще одного сильного сезона квартальных отчетов. Евро против доллара 1,0930. Вчера вышли данные по промышленному производству в Германии. Разочаровали цифры, в частности снижение на минус 0,7%. Очень странно, что мы увидели спад в данном секторе, учитывая, что за несколько дней до этого был рост производственных заказов, были сильные данные по торговому балансу, по экспорту. А за две недели до этого еще были сильные отчеты по индексу производственной активности в Германии и бизнес-оптимизму от Института ЗЮ. Ну, может быть, есть какая-то статистическая ошибка. Я предлагаю особо на этих цифрах сейчас не зацикливаться и просто вспомнить, что основной идеей, по которой мы раньше обращали внимание на евро и почему рассчитывали на рост этого актива, была идея расхождения именно и контраста монетарных политик, ЕЦБ и Федрезерв. Этот контраст по-прежнему сохраняется и он точно станет еще более выраженным после выхода данных по инфляции в США. Потому что если в еврозоне инфляция выросла с 2,3% до 2,9%, то сейчас в рамках американской экономики мы ожидаем сохранения тенденции снижения именно общего показателя инфляции и базовой инфляции тоже. Отсюда потенциал роста к отметке 1,10 такой же актуальный, как и раньше. Пара фунт-доллар 1,27. Как уже отметил, ждем выступления Белли в парламенте. После этого у нас будут еще данные по ВВП промышленному производству в пятницу. Эта статистика, скорее всего, не разочарует. По прогнозам у нас ожидаются сильные цифры и эти релизы могут стать дополнительным фактором роста для британского валютного актива. Пара доллар-иена. Друзья, в комментариях был вопрос, что ожидать от этого дуэта инструментов дальше. Напомню, что в конце прошлого года мы как раз и рассматривали этот дуэт активов как тот самый, который нужно зашортить на долгосрочной перспективе. Эта идея на долгосрок все еще актуальна, потому что Банк Японии точно начнет ужесточать монетарную политику. Собственно, Федрезерв будет ее смягчать. Но пока что, видимо, срок первого важного шага Банка Японии, например, по отказу от механизма контроля кривой доходности, либо по уводу ставки выше отрицательного уровня, этот период откладывается из-за землетрясения, которое произошло в Японии в январе. И последствия, ущерба, который был нанесен экономики, конечно же, в таких условиях Банк Японии, скорее всего, будет еще какое-то время сохранять стимулирующую политику. Поэтому я сейчас на текущем этапе рекомендую вам в эту пару не лезть, смотреть за развитием дальнейшей динамики и тенденции. Если мы увидим все-таки серьезную просадку по доллару, то тогда именно он станет локомотивом нисходящего движения пары. И вот тогда уже будем открывать позиции, рассчитывать на снижение к целевым отметкам 140 и потенциально еще ниже. Рынок нефти 77,86 все покажет без изменений. Опять же, факторы, которые давят на позиции Brent и WTI. Это рост добычи в странах ОПЕК+, снижение отпускных цен со стороны Саудовской Аравии для партнеров из Азии, Европы и США, рыночный сантимент, по-прежнему толпа в покупках и, как я уже отметил, рекордный уровень нефтедобычи в штате, который может привести к увеличению запасов. Я думаю, что этот фон в целом будет компенсировать те позитивные, может быть, факторы, которые есть на рынке. И здесь, наверное, акцент можно сделать на эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Но этот фон уже, на мой взгляд, давно был дисконтирован в курсе Brent и WTI. Так что пока что нисходящие тенденции в приоритете и ждем новые минимумы. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.